Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода и комментарий законов Халы и Юрадея. Уроку сущайся на Лифашли Маурия, Захару Хвальнившель, Раиса Батсония, Мехуд Бенахель, Аула Батасиев и Хорис Раэль. И мы дошли до 324 главы. Во-первых, он обсуждает минимальный размер, сколько именно нужно, чтобы было тесто, чтобы нужно было отделять от него Халу. И, конечно, мы все знаем, это 43 яйца и пятая часть яйца. А то, сколько это в современных размерах. Есть сегодня много разных мнений, как оценивать размеры яиц, как я уже рассказывал не раз в других местах. Если яйцо это примерно 50, например, кубических сантиметров, да, то 43 с чем-то яйца это будет что-то в районе 2 литров, да, чуть больше 2 литров. Обычно, опять же, неудобно пытаться объем оценить, гораздо проще вес оценить, да, у нас муку обычно продают по весу. Вообще здесь речь идет не об муке, а о тесте, да, вопрос, как по размеру теста. Но, как правило, можно сказать, что объем муки примерно равен объему теста. До того, как оно, конечно, поднялось. Все эти размеры, которые мы отсчитываем, это пока тесто еще не поднялось. Когда оно поднялось, оно во много раз больше. И тем более, когда оно уже испекли, да, можно и сравнить до маленького количества теста, и спечь булок так, что будет в 10 раз, наверное, больше размер. Но мы сейчас об этом не говорим. Все размерности имеют в виду размер теста до того, как оно поднялось. Так вот, примерно, да, когда добавляют в муку воду, может быть, яйца, да, что там еще, соль, сахар, я не знаю, то, что добавляют, обычно сильно размер не меняется от этого, потому что вода, в основном, попадает в места между мукой. То есть примерно, можно сказать, что если объем какой-то был, то примерно он таким же и остался, даже когда добавили воду, да, потому что вода заполняет в основном промежутки. Поэтому почему-то вот так вот, в основном, в случае примерно оценивают. И, опять же, зная вес муки, можно примерно оценить объем муки, да, большинство видов муки пшеничной, оно примерно, да, отношение веса к объему примерно похоже. Поэтому оценивают обычно в весе, потому что покупают муку обычно по весу. Вот, в Америке стандартный пакет муки, в нем 5 фунтов, pound по-английски, 5 фунтов муки. Это получается чуть больше 2 килограмм муки. Да, каждый фунт, это чуть больше 400 грамм. И получается, что по весу это, значит, чуть больше 2 килограмм, по объему это намного больше, чем 2 литра. Как я уже говорил, вес муки, он меньше, чем вес воды. Поэтому получается, что 5 фунтовый пакет муки, скорее всего, если оценивать яйца как 50 кубических сантиметров или немножко больше, то, во всяком случае, вся 4 кубических сантиметра, 56 кубических сантиметров, есть разные попытки оценить размер яйца. Но, во всяком случае, 5 фунтовый пакет муки, это обычно достаточно повод к этим всем мнениям. Проблема вся в том, как я уже рассказывал в другом месте не раз, что мнение Хазаныша, что яйца в наше время слишком маленькие, что среднее яйцо в наше время, это не такой размер яйца, как был во время Хазарь. И это основано, как я рассказывал в другом месте, на объемах пальцев. Это не Хазаныш, это изобрел, это идея, которая уже приводится... Ну, обычно цитируют Нода Бейгуда, да, Раби Хескаля Ландау в книге Цлах, это его комментарии к Талмуду. На самом деле приносят даже еще более ранние источники. Оказывается, существуют еще более ранние источники, что, возможно, размер пальцев и размер яиц не очень-то состыковывается. То есть по Талмуду размер среднего яйца, да, это две трети ревиита, получается это размер две трети от два пальца на два пальца на два и пятая часть пальца. Так выходит по Талмуду размер ревиита. В смысле, ревиит его можно просто посчитать четко. Дело в том, что ревиит это определенная пропорция по сравнению с Сеа. Да, потому что известно, что ревиит это ревиит лога, и сколько есть логов Сеа, все это можно посчитать. И мы знаем, что 40 Сеа это размер миквы минимальный. 40 Сеа. Сеа это определенный размер объема библейский. Так вот, Сеа это треть от Эйфы. Кстати, вот как раз Хала, размер Хала это десятая часть Эйфы. Получается, что Хала это примерно треть, да, минимальный размер Хала, который мы говорим, 43 и пятая часть яйца. Это как раз связано с десятой частью Эйфы, да, Омер, как говорит Тора сама. А Эйфа она три Сеа. То есть получается, это чуть больше, чуть меньше, извиняюсь, чем треть от Сеа. Да, Сеа это треть от Эйфы, а Омер это десятая часть от Эйфы. Вот, но во всяком случае, зная размер Сеа, как 40-ая часть от минимальной миквы, а минимальная миквы определяется как ама на ама на три амы. То есть человек может поместиться в объеме воды ама на ама на три амы. Аму обычно оценивают как размер от локтя до конца среднего пальца. Вот, но еще оценивают аму как шесть ладоней, а каждую ладонь как четыре толщины пальца, то, что называется Эдба. Так вот, получается, что можно с одной стороны посчитать, сколько будет ама на ама на три амы, сколько это будет кубических пальцев. С другой стороны посчитать, сколько в этом будет всем ревиитов, потому что ревиит, по сравнению с Сеа тоже это все четко можно посчитать из Талмуда. Так вот, из всего этого можно сделать четкий подсчет, что один ревиит это получается 10,8 кубических пальцев. То есть два пальца на два пальца на два и половина и пятая часть пальца, 2,7 пальца. Вот такой вот объем, 2,7 умножить на два умножить на два, получается 10,8. Я не знаю, запутал для вас или нет, но во всяком случае 10 с чем-то кубических пальцев это ревиит. С другой стороны, там мы говорим, что ревиит, как я сказал, это три вторых яйца, да, полтора яйца. Значит, яйцо, получается, должно через пальцы быть посчитано четко. Зная размер пальца, можно посчитать яйцо. Объем через расстояние считать четко. Вопрос, как же мы оцениваем палец, в этом вся загвоздка. Если палец это дюйм примерно, да, то, что называется инч по-английски, дюйм, то есть ширина большого пальца, то там у большинства людей ширина где-то 2,5 сантиметра. Английский дюйм, например, это 2,52 сантиметра, то есть почти 2,5 сантиметра. Получается, что объем ревиита это 2,5 сантиметра в кубе умножить на 10,8. Это получается в районе немножко больше 150 кубических сантиметров. Обычно считается, что показанышу 150 кубических сантиметров, это уже ревиит. Здесь получается немножко больше, если так считать, если палец считать, это 2,5 сантиметра. Но были еще другие шитоты, были шитоты, что на самом деле палец это 2 сантиметра, все-таки, да, что это не дюйм, как-то по-другому измеряется палец, и тогда ревиит, соответственно, намного меньше, и, соответственно, и яйца тогда меньше. То есть получается, что наши яйца, во-первых, когда мы говорим наши, это тоже очень общая сложность, значит, наши яйца, они в разных местах разные, у разных куриц, у разных пород куриц тоже яйца разные. Поэтому все эти оценки, их очень трудно, на самом деле, пытаться понять вообще, что во время Талмуда и как они поступали. Может быть, старые вынализы вообще не были так педантные, ведь это не только во время Талмуда и не только у евреев. Такого типа оценки, да, всякими там длиной ноги, фут, да, у нас, соответственно, амма, да, у нас нога вроде нигде не используется, но используется длина, значит, от локтя до среднего пальца, длина, ширина ладони, это называется, тефах, да, ширина пальца большого и так далее. Все эти размерности, которые упоминаются, они, может быть, даже не так уж и педантно это все в те времена оценивали, кроме как для каких-то очень важных вещей, да. В храме, кстати, говорится, хранился эталон, вот как Легавзилу не евре, все время сохранился эталон, кажется, в Париже метра, да, у нас в храме хранился эталон амы. Но тоже, так говорится, были разные амы для разных размерностей в Талмуде обсуждается это все. Некоторые амы, кстати, оценивали как пять тфахим, не как шесть. Как пять ладоней. Получается, как двадцать пальцев, а не как двадцать четыре пальца. В общем, все это достаточно запутанная тема веры весов в иудаизме, так сказать. Есть целые книги написаны насчет всего этого. Но, по крайней мере, основное следствие, это вот две основные шиты, хазаныша и грах наэ, так называемый, что по раби хайму наэ, палец это два сантиметра, и цо это около пятидесяти с чем-то кубических сантиметров. А по хазанышу почти вдвое больше все, да, что палец он не вдвое больше, да, длина только увеличивается немножко, да, два с половиной сантиметра примерно палец. А вот объемы увеличиваются почти в два раза из-за этого, да, потому что когда в куб возводишь, то получается уже большая разница. И вот по хазанышу получается, что яйцо это где-то сто кубических сантиметров, а не пятьдесят четыре, например. То есть почти вдвое больше. Поэтому, если следовать хазанышу, то наши пакеты стандартной муки там недостаточно, конечно. Муки там нужно тогда брать, может быть, пакеты еще какое-то количество, да, чтобы сделать, чтобы отделить халу по всем мнениям с брохой. Вот. Но большинство людей, они поступают так, что с какого-то момента они отделяют халу без брохи от какого-то минимального размера, допустим, килограммы, 200 грамм или что-то в этом роде. А от размеров двое большего этого уже из брохой тоже отделяют. И автор здесь тоже, да, описывает, как измерять эти все, да, каким образом они с помощью драхом, была такая монета, драхом. Это, кажется, было три грамма, что ли, которую использовали во многих арабских странах. Он говорит, что это 520 драхом. Это все была оценка в свое время рамбама в драхмах, то, что было популярно в то время. Но, опять же, насколько, так сказать, все это помогает нам, да, и можем ли мы точно оценить тот драхом, который был у рамбама, это большой вопрос. И чтобы, значит, снимать халу, нужно, чтобы было, как мы сказали, именно в муке, в тесте это количество. Кстати, идем ли мы за мукой или идем ли мы за тестом, это тоже был в свое время диспут. Но, как я уже сказал, разницы особой нету, идем ли за тестом или за мукой. Но мы точно не идем за тестом, которое уже встало и поднялось. И тем более за хлебом, который испекли, да, что даже если небольшое количество теста, когда испекли, стало огромным количеством хлеба, то халу не нужно снимать, если с теста не было нужного размера. И, значит, в тесте должно быть этого количества из пяти злаков, то есть пшеница и ячмень, полбальдосы рожь. Но есть дискусс, в каких случаях происходит сыров двух разных тест, сделанных из двух разных видов. В смысле, если они не перемешаны вместе, если это не одно однородное тесто, в котором есть, например, пшеница и ячмень. А если два разных теста сделали, одно, например, из пшеницы, а другое из, допустим, полбы, и положили их вместе, они коснулись друг друга. Когда это мидстарых, когда они мидстарых. Когда нужно снимать халу, если в сумме у них есть, нужно, конечно, когда нет. Так там есть целая, так сказать, сложная система, какие из этих пяти знаков с какими мидстарых. И я в этом давать не буду, потому что почти никогда не случается, никто так не делает. Но если сделали однородное тесто, то все пять они мидстарых в любом, в любых пропорциях. И, соответственно, все, что получилось из этого теста, даже самая, так сказать, клепа, да, так сказать, бренд по-английски, да, все, так сказать, низкокачественное от шелухи, то, что перемололи вместе, это все мидстарых, все это включается в размер. Но если тесто сначала просеяли, а потом снова туда кинули назад, вот эту шелуху, то это уже шелухание мидстарых, потому что это как будто забросили в тесто что-то лишнее, что не засчитывается. И есть еще особое исключение в отношении пшеницы с рисом. Согласно многим мнениям, если пшеницу и рис использовали для теста вместе, то там в определенных случаях происходит сырух. Если есть вкус пшеницы у общего теста, при определенных обстоятельствах происходит сырух, хотя сам рис, он не требует отделения халы. Это то, что у них называется грива, что как бы рис сам хамецом не ставит, но находясь вместе с пшеницей, то, что делает квасным пшеницу, оно и на рис распространяется, и тогда все вместе станет квасным. Ведь законы халы, они, в общем-то, связаны законами хамеца в каком-то смысле. Потому что учатся, что халы нужно снимать от чего? Отделять. От того теста, которое может стать квасным. Только от такого теста. А какие теста могут стать квасным? Да, если что мудрецы проверили, нашли пять видов. Хитим, Сеорим, Кусмин, Шипон и Шиболитшуаль. Обычно переводят как пшеница и чмень, поба, овес и рожь. Я же рассказывал, в другом месте, что совершенно не очевидно, что это правильный перевод, и самый, так сказать, спорный из всех здесь, это Шиболитшуаль, что его переводят как овес. Но овес, судя по всему, таким квасным не становится. И, судя по всему, да, у него нету того ингредиента, который, собственно говоря, приводит к процессу квашения. Как раз Шиболитшуаль, это, скорее всего, было что-то другое. Есть попытки сказать, что это тип ячменя, были разные виды ячменя. Один назывался просто Сеорим, другой Шиболитшуаль. Но, в любом случае, если это действительно наш овес, тогда это большой вопрос по отношению к тому, как это считается хамецом вообще. Но обычай, по крайней мере, считать и овес. Один из пяти. И, соответственно, да, мы делаем брокху-мизунот на овсяные всякие там, овсянку, да, овсяные виды разной сдобы, да, и сирия ОКГ, да, утренние хлопья тоже овсяные делают на них брокху-мизунот. Хотя, вроде, это противоречит тому, что мы знаем чисто физически, но, как обычно, халаха не обязательно должны следовать тому, что заключает наука, что пока, во всем случае, нету больших мудрецов, которые решат этот вопрос, то следуем обычаю идентифицировать, да, Шиболы-Шуаль как овес. Это соответствие, да, этих пяти злаков, этим пяти, оно с времен Раши, похоже, закрепилось, и вот с тех пор считается, что Шиболы-Шуаль – это овес. И вот эти пять, да, они могут происходить, там, процесс квашения, соответственно, к ним относятся законы Хавы и другие законы, Омера, например, да, в смысле, что нельзя, Ходож, да, нельзя есть новый урожай, пока не будет день после Песха. Ну, и, конечно, законы Мацы, теоретически можно Мацу делать из всех этих пяти видов, то, что может стать Хавызом, из того можно делать Мацу. А остальные виды называются китниот, и в том числе рис. Насчет риса в свое время в Мишне еще был диспут, было мнение Рабьохам Венури, что рис тоже один из пяти, один из шести тогда, да, тоже вид того, что становится Хавызом. Но на Салахане, как он, и в этом ученые как раз согласятся с Рабанан, что рис он Хавызом не может стать, там нету ничего, что делает у Хавыз. Но если рис перемешать пшеницей, то уже достаточно, если будет там много пшеницы, будет достаточно давать ему возможность тоже закваситься вместе с пшеницей. Похоже, в этом здесь идея. И, соответственно, тогда и Хавызом нужно снимать. И такой же закон, в принципе, для Мацы, которые сделали из риса и пшеницы, у нас не делают вообще ничего из риса в песах. Но у Сифардиум, которые могут есть рис в песах, встает вопрос, если Мацу сделать из риса и пшеницы, в каких случаях человек Йоци тем, что он ее съедает, гзаит в сейдр. Так вот это все обсуждается в Шухонарахе. И вот выходит, что по этому мнению, которое мы сейчас обсуждаем, из-за концепции Гриры, рис вместе с пшеницей может быть использован для Мацы тоже. И еще у них есть обсуждение, когда используется закваска от, например, пшеничного теста для рисового теста или что-нибудь подобное. Закваска была тогда, в те времена не было дрожжей, а использовали просто тесто немножко, чтобы заквасить новое тесто. Поэтому тесто из риса можно, в принципе, заквасить с помощью теста из пшеницы. Вот. И такого плана вопроса он тоже обсуждает, и мы это все пропустим, потому что к нам это все не относится. И говорит автор, что нельзя ли от Хилла специально делать маленькое тесто, меньше размера, минимального, чтобы из него не пришлось отделять халу. Сегодня это не проблема, потому что, наоборот, люди стараются давко сделать нужный размер, чтобы дооделить халу. Сегодня же мы халу небольшую отделяем. Когда-то люди отделяли халу 24-ю часть его теста, поэтому многие хотели сэкономить, и поэтому говорится, что запрещено ли от Хилла создавать ситуацию, что он будет маленький тесто, делать много маленьких тест, чтобы каждое можно было не отделять халу. И на этом заканчивается наш урок. лепоа слема, и уроки от приема, и уроки от сэббатсония, Михаил Бенахин, аху в Атасе, и уроки от Исраиль. Продолжение следует...